Всем доброго дня! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у меня видео из разряда болталки, конечно же, на тему вязания. Так что берите с собой чаек, кофеек, либо вязание в руки, и мы с вами немножечко поболтаем. Болтать, разговаривать мы будем с вами вот о чем. Тему вы уже могли видеть в заголовке. Разговаривать мы будем на тему вязания. И можно ли заработать на вязании, и как это сделать. Мифы это или реальность? Каждая рукодельница, каждая вязальщица, мастерица швейного отдела, либо бисера плетения, неважно, в тот или иной момент своей деятельности, своего творчества задумывается как раз таки над тем, а можно ли заработать на своем виде рукоделия, как это сделать. Мифы это реальность, вообще как-то задумывается о том, во первых своих шагах, в какую сторону двигаться, и как на этом на всем зарабатывать. И я сегодня вам расскажу о тех способах заработка на рукоделии, на вязании в частности, которых знаю я. Вы же можете делиться своими способами заработка на вашем виде рукоделия. Возможно, меня смотрят вышивальщицы, возможно, меня смотрят мастерицы бисера плетения, швейное дело и многое другое. В комментариях оставляйте свои способы, как на рукоделии зарабатываете именно вы. Я думаю, что многим эта тема будет интересна и актуальна. Ну, и как всегда, конечно же, начну я с самого первого способа, которым, как правило, пользуются, наверное, если не все, то большинство. Это вязание, в моем случае вязание на заказ. В вашем случае, я уже повторюсь, может быть и другой вид рукоделия. Это, скажем так, вязание на заказ в моем случае. Где, брат, клиентов? Естественно, возникает первый вопрос. Мы, конечно же, вяжем для себя, да, в первую очередь для себя и носим свои изделия сами. Это своего рода самореклама, да. И часто мы слышим, где мы покупали такую вещь, либо связали с вами, либо кто-то вяжет. И вот путь сарафанное радио, да, сами себя рекламируем, рассказываем. Если вопросы возникают, рассказываем, конечно же, что мы вяжем сами и то, что мы вяжем на заказ. Далее, можно сейчас в мир интернета хорошо развита социальная сеть. Можно писать посты в социальных сетях, в своих социальных сетях на тему вязания, о том, что вы вяжете на заказ. То есть, допустим, с фотографиями своих работ, что можно выполнить, допустим, повтор, либо какую-то индивидуальную модель, либо что-то еще, да. Плюс визитки, да. Опять же таки, сейчас хорошо развиты типографии, и можно сделать визитки со своими, допустим, фотографиями своих работ, номером телефона и теми услугами, которые вы готовы предоставить. То есть, это что касается вязания на заказ. В принципе, имеет место быть для любой сферы. Дальше. Это вязание на продажу, то есть готовые работы. То есть, у вас может быть какая-то ниша, допустим, аксессуары, либо джемпера, либо еще что-то. Ну, я бы говорю сейчас о вязании конкретно. Которые вам нравятся, допустим. То же самое. Визитки, да. Их можно раздавать, их можно, если вы участвуете в ярмарках, выставках, да, вручать при каждой покупке вашего готового изделия. Куда реализовывать готовые работы, да. Это опять же таки в соцсети. Это специализированные интернет-площадки, допустим, такие, как в России, это ярмарка мастеров. У нас в Беларуси, да, я живу в Беларуси, и поэтому иногда буду затрагивать площадки какие-то белорусские, да. У нас в Беларуси аналогичная площадка, это город мастеров. Их сейчас на самом деле много, стоит только поискать в интернете. На самом деле. Дальше. Специализированные ярмарки-выставки, на которых, в принципе, также можно свои готовые работы продавать. И туда же брать опять же такие визитки. Если у вас, допустим, не случится много продаж, то на таких ярмарках вы можете раздать свои визитки и тем самым привлечь клиентов, которые в будущем могут оставить вам заказы свои, да. Дальше. На чем еще можно зарабатывать на рукоделии? Это ведение своих блогов, видеоблогов, каких-то интернет-площадок, да. Тут же Телеграм, Бусти сейчас хорошо набирает обороты. Обучающее видео, да, съемка обучающих видео. Если вам это нравится, и вам это дано, вы это умеете, то, в принципе, да. Это как и YouTube, и Яндекс.Дзен, площадка Бусти. И также, если вы знаете какие-то еще площадки, именно видеохостинги для съемок, также оставляйте в комментариях. Это будет интересно не только мне почитать, но и зрителям моего канала в целом, и, в общем, богателинцам тоже. Дальше. Вы можете давать частные уроки у себя в городе. Допустим, у вас есть какое-то изделие, да, вы сделали описание. Вы можете сделать курс какой-то, да, и таким образом его продать. Я сама таким способом не пользуюсь, потому что считаю, что у меня хватает навыка, но знаю, что девочки делают специализированные курсы, набирают у себя в городе группы и дают такие мастер-классы, то есть, оффлайн, да, правильно я говорю, правильно говорю. Тоже имеет место быть. Дальше. Это написание описаний. Что включает в себя описание? Сейчас тоже очень многие блогеры пишут описание определенных работ, допустим, каких угодно, плечевых, аксессуаров, насочных, чулочных, да, что касается вязания. И их опять же таки продают, как на бусте, так и создаются сайты определенные. С сайтом я еще сама тоже не работала, у меня еще сайта нет, но мысль такая зреет создать свой сайт, что он дает, да, вкратце. Я расскажу, как я понимаю. То есть, создается сайт, туда закачивается, загружается описание вашей работы, и с этого сайта уже можно будет скачать описание, то есть, на платной основе, соответственно, скачав это описание, пользователь сайта покупает у вас ваше описание вашего изделия, да, и также на платной основе это можно монетизировать. У меня такая мысль зреет. Я пока создала только бусте, но бусте у меня будет скорее не рукодельного характера, а такого личного. Вот, пользуясь моментом, хочу вас туда пригласить. Ссылка будет в описании под этим видео и, в принципе, под последующими видео. Что будет на бусте у меня? Это скорее будут влоги из жизни, личные влоги, потому что на ютубе столкнулась с большим количеством хейта. Касаемо личных влогов и не только, да. Это будут ответы на ваши вопросы из моей личной жизни. У меня часто спрашивают о моих мешках, да, под глазами. Вот, планирую записать видеоролик на эту сему туда же. Сейчас пока на бусте у меня ничего нет, но я имею в виду не залитые видео. Но они будут заливаться по мере поступления информации, да, по мере того, как у меня назреет тема для такой болталки о личном, о влоговом и многом другом, да. Дальше, что еще хотела сказать по поводу бусте. На бусте будут темы, которые, ну, на моем, у меня на бусте, которые не принято, как правило, обсуждать в обществе. Мне эта тема интересна. Я пыталась уже делать такую рубрику у себя на канале, но здесь на ютубе она немножечко не зашла. Наверное, в силу специфики канала. В основном у меня канал о рукоделии, и иногда я делюсь какими-то рецептами, да, для своих зрителей проверенными, проверенными, то, что готовлю сама, то, что нравится моей семье. И, скажем так, эта тематика у меня, рубрика не зашла. Поэтому всем, кому интересны подобные темы, можете подписываться ко мне на бусте, также задавать темы для болталок, для съемки видео, и задавать, конечно же, свои вопросы, на которые я отвечать буду уже там. Я имею в виду вопросы, не связанные с вязанием и рукоделием, в принципе. Почему так? Объясню, повторюсь, наверное, еще раз, чтобы избежать большого количества хейта. Я думаю, что хейтеры туда не пойдут, их просто задушит такая зеленая зверь, не зверями коптающая по имени жаба, и на платной основе, да, в принципе, не пойдут. Если и придут люди, то это будут, скорее-таки, адекватные, нормальные зрители, которым нравится, скажем, моя подача, мой подход и, в принципе, точка зрения. Дальше, отвлеклась немножечко. Дальше, по поводу рукоделия. Дальше, вот три пункта я вам назвала. Что еще можно, допустим, параллельно, есть сейчас множество кружков, клубов, оффлайн, да, не только интернет-площадок, а именно оффлайн, особенно это раз в больших городах, куда можно пойти, скажем, для подработки, да, вести именно такие секции, кружки и в качестве либо основной работы, либо подработки. Если вы работаете по найму где-то официально, тоже, в принципе, можно заработать. То есть это не уроки труда в школе, это немножечко нечто другое. Я тоже этим еще не занималась, но знаю, что девчонки ведут подобные кружки за определенную дополнительную плату в месяц, скажем так. И это тоже имеет место быть. На самом деле способов заработка на рукоделии и вязания, в частности, очень много. Я озвучила те, которыми, наверное, пользуюсь сама и которые знаю, да, которые у меня сейчас на слуху. Вы же можете оставлять комментарии о тех способах, которыми пользуетесь вы, которые знаете вы, как можно еще дополнительно заработать на вашем виде рукоделия. Можете рассказать вкратце о рукоделии, которым занимаетесь вы. Мне будет интересно почитать, что, допустим, интересно мне помимо вязания. Меня интересует вышивка, например, шитье. Вот, к слову сказать о работе, да, я работаю по найму, да, и работаю как раз таки швеей. И тоже вот есть много чего, о чем я могу рассказать, но это уже тема для другого видео, и, наверное, я размышляю над тем, чтобы создать еще один канал на швейную тематику. Вот тоже ваше мнение бы хотелось бы узнать, нужно ли вам это или нет, потому что по швейному делу я могу тоже многое дать и многому научить, и многое рассказать на самом деле. Нужно ли вам это, пишите в комментариях. Ну и, конечно же, делитесь своими способами заработка на вашем виде рукоделия. Я надеюсь, было для вас сегодня полезно. Если это так, ставьте лайк этому видео, не забывайте подписываться на канал и нажимать серый колокольчик, чтобы не пропустить интересные выпуски для вас. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока.